Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Блокада. Разрушаем мифы». Сегодня в студии «Город Плюс» Баир Иринчеев, историк, писатель, директор музея Карельского перешейка. Баир, здравствуйте! Павел, добрый день! Расскажите, пожалуйста, все-таки один из самых популярных и известных мифов, которые тиражируются в последние годы, о том, что Ленинград надо было сдать. Как на самом деле обстояла ситуация? К сожалению, разговоры об этом начались уже в 41-м году. То есть не сейчас, да? Да, тезисы о том, что «Город надо бы сдать, тогда все будет хорошо» — это главный тезис немецких листовок, которыми город забрасывали самолетов. Основной тезис был, что вот посмотрите, что случилось с Варшавой. А что случилось с Варшавой? Ну, ее разнесли в ходе уличных боев. У нас об этом не очень говорят. Но тем не менее город очень сильно пострадал уже в 39-м году. А посмотрите, как выглядит Париж. Он целенький. То есть его не бомбили. Он был объявлен свободным городом. Поэтому давайте сделайте то же самое. Что такое свободный город? Ну, что войска Франции его не защищают. И вообще он имеет нейтральный статус. То есть войска немецкие могут туда войти. К сожалению, потом эти разговоры снова начались уже в перестроечное время. Ну и, конечно, последний, самый главный всплеск был в 2014 году. То есть пять лет назад, когда мы готовились отмечать 70-летие полного снятия блокады. Это отметился телеканал «Дождь». Устроил у себя опрос, имело ли смысл сдать город для того, чтобы спасти сотни тысяч жизней. И, конечно, реакцией на это стал выпуск очередного издания книги «В часках голода» профессора Никиты Андреевича Ломагина, где был специально включен раздел немецких документов. Это планы немцев относительно города и относительно населения. Что говорят эти документы? Ну вот, хотелось бы процитировать самый ключевой документ. 28 августа 1941 года Верховного командования сухопутных войск. Предмет окружения города Ленинграда адресат группа армий «Север». Подписано Гальдером. Весь документ я цитировать не стану, чтобы отнимать ваше время. Но следующее. Значит, первый пункт. Окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требование о капитуляции не выдвигать. Второй пункт. Для того, чтобы избежать больших потерь в живой силе при решении задачи по максимально быстрому уничтожению города, как последнего центра красного сопротивления на Балтике, запрещается наступать на город силами пехоты. После подавления сил ПВО и истребительной авиации противника подлежат разрушению водопровод, склады электростанции, которые обеспечивают жизнедеятельность города и его способность к обороне. Военные объекты и вооруженные силы противника подлежат уничтожению артиллерийским огнем. Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться при необходимости с применением оружия. Я опять же в этой книге читал о том, что были рассуждения о том, стоит ли сделать гуманитарный коридор, как сейчас это говорилось. Это скорее разговоры в пользу бедных, потому что немцы, опять же, не считали русских, советских граждан вообще людьми. То есть им это была головная боль. Вот. И следующий приказ хотел бы процитировать. 13 сентября 1941 года, первая пехотная дивизия, то есть мы спускаемся на уровень уже фронтовой. Ну, с впускного, понятно. Перед дивизией новый участок фронта окружения Петербурга с миллионами жителей. Мы будем обходиться с ним как с крепостью и голодом заставим его сдаться. Эта борьба требует, чтобы у нас не появилось ни малейшей жалости к голодающему населению, даже к женщинам и детям. Эти женщины и дети являются русскими, которые, где это только было возможно, совершали жестокие преступления в отношении наших товарищей. Поэтому я приказываю, что ни один русский солдат, ни одно гражданское лицо, будь то мужчина, женщина или ребенок, не будет пропущен через наш фронт. Вот. То есть капитуляцию города немцы не собирались принимать. Они прекрасно понимали, что в городе находится более двух миллионов гражданских. Их надо как-то кормить. И кормить их абсолютно немцы... То есть в случае сдачи, если бы, или в случае поражения Красной Армии, что бы ждало гражданское население? Ну, собственно, об этом есть как раз документы. Октябрь 1941 года. Выдержки из дневника боевых действий 18-й армии под Ленинградом. Значит, звонок командира 38-го армейского корпуса. Что сделано для снабжения начинающего голодать гражданского населения? Это где в Ленинграде? Имеется в виду на оккупированных территориях, территории, занятые немцами. Ответ. Генерал-квартирмейстер отклонил все предназначавшиеся для Петербурга меры по снабжению гражданского населения. Каждый состав с продовольствием из Германии уменьшает там запас продуктов. Лучше пусть наши солдаты что-то имеют, а русские голодают. Подвоз продуктов с Украины, например, также блокирован. Ну и далее. Через два дня, 5 октября 1941 года, по тому, что происходит в Пушкине, занятом немцами, то есть вот что происходит на оккупированной территории. Кроме того, начальник тыла армейского корпуса сообщает, что в городе Пушкин 20 тысяч жителей, в основном фабричные и рабочие, остались без продовольствия, следует ожидать голода. В качестве превентивной меры можно только порекомендовать отправить работоспособное мужское население в лагерь военнопленных. Обеспечении гражданского населения продовольствием за счет войск не может быть и речи. Как выживали люди в Пушкине? Ну, с трудом выживали, потому что смертность там достигала 90%. Мне доводилось встречать наших граждан, кто выжил в немецкой оккупации. Действительно, люди оказались без продовольствия, ну, целыми семьями. И вот мне удалось встретиться с одним нашим молодым человеком, который был комсомолец, ему было 16 лет, то есть не подлежал еще призыву. Он и его семья выжили только благодаря тому, что он знал немецкий язык, и он просто пошел подрабатывать на немецкую кухню. Он пошел помогать немецким поварам, колоть дрова, носить воду и так далее. И, соответственно, за это ему выдавали какие-то продукты. После того, как территории были освобождены, он пошел в Красную армию, стал снайпером, и немцам... Рассчитался за это. Да, немцам за это отомстил, за все. Еще одна из мифов и легенд, которая говорит о том, что город может было сдать финнам? Что бы мы сделали? Да, на самом деле у немцев тоже об этом есть рассуждение. Это докладная записка о Ленинграде 21 сентября 1941 года. Пункт 4. После того, как финны перейдут в наступление и произойдет полное окружение города, отойти за Неву и передать территорию к северу от этого участка фронта финнам. Финны неофициально заявили, что они охотно бы провели границу по Неве, но при этом Ленинград должен исчезнуть. Ну, то есть то же самое. Не кормить, не содержать население, не содержать. Да, то есть после того, как 28 августа 1941 года был напечатан приказ о полном окружении Ленинграда, о том, что не принимать капитуляцию и не выпускать никого из города, действительно, у Ленинграда единственный способ выстоять и спасти жизнь людей было выстоять и победить. То есть выставить блокаду, потом ее прорвать и потом ее снять и гнать немцев обратно до Берлина. Что руководство города думало вообще про оборону, не оборону города? Какие мысли витали в Смольном в 1941 году? Очень сильно зависит от периода. В начале сентября, да, город готовился к уличным боям. В городе были привезены большие оборонительные работы. И на случай того, что город все-таки падет, что немцам удастся его сдать, город был подготовлен к уничтожению. То есть должны были быть затоплены корабли Балтийского флота, все самые важные объекты должны были быть уничтожены подрывами. Но это именно начало сентября, то есть самые критические дни. После этого, в общем-то, там речь уже идет именно о том, как организовать прорыв блокады. И разговоры о прорыве блокады действительно начались уже, не только разговоры, а и меры. Прорывы блокады начались даже до Невского пятачка, то есть фактически уже через два дня после того, как немцы взяли Шлиссельбург, снаружи по ним ударила армия Кулика, 54-я, что, собственно, и дало немцам возможности форсировать Неву и соединиться с финнами на Карельском перешейке, тем самым отсекая Ленинград от Ладоги и тем самым отсекая дороги жизни. То есть вот этот приказ 28 сентября немцы в 41-м году так и не смогли выполнить. Правильно ли я понимаю, что речи о прорыве из окружения не шло? Ну, то есть составлением города? Есть разговор между, даже не между Сталиным и Ждановым. Сталин был занят другими делами. Есть разговор, в котором Василевский, Василевский, заместитель начальника генштаба на тот момент, он передает Жданову следующее сообщение, что вы должны прорывать блокаду изнутри, потому что на дворе 20-е числа октября 1941 года, и немцы развивают очень успешно операцию «Тайфун». И вот это единственный раз... «Тайфун» — это операция по взятию Москвы. Да, это вот окружение наших двух фронтов под Вязьмой и Брянском. Действительно тяжелейшее поражение наших войск. И вот в этой телефонограмме Сталин говорит следующее. Действительно, это момент, когда судьба Москвы была под вопросом. Вот единственный раз Сталин говорит, что вы должны прорывать блокаду на тот случай, если даже Ленинград нам будет не удержать. Но это вот единственный раз, когда Сталин позволяет себе такие высказывания. То есть внутри города таких мыслей, во всяком случае, публично, в руководстве не было? В руководстве нет. Понятно, что сценарий захвата города немцами в руководстве города рассматривался. Потому что, ну, если вы руководитель, вы должны просчитать... Все варианты развития событий. Оптимистический вариант, нормальный вариант и пессимистический вариант. А пессимистический вариант был именно захват города немцами. И уже создавались подпольные группы. Ну, собственно, как и везде в Советском Союзе должен был уйти в подполье. И, соответственно, из подполья продолжать свою борьбу против противника. В заключение, все же, что же хотели финны? Брать город, не брать город? Что должно было? Ведь слишком часто говорят о том, что финны собирались остановиться на старой границе. Опять же, миф еще из сороковых. На самом деле, вот эта история про финнов и старую границу появилась в официальной финской историографии в 60-е годы. Когда они действительно закрепляли свою версию событий 1941-44 года. На самом деле, мы знаем следующее из документов точно. Что в сентябре 1941 года немцы через Эрфурта, а генерал Эрфурт был главным связным лицом в ставке Маннергейма, дважды просили официально главнокомандующего финской армии Маннергейма штурмовать город. И дважды получили официальный отказ в очень вежливых, таких извиняющихся тонах. Маннергейм, как всегда им сказал, полуправду. Это было в его манере. Но суть в том, что, очевидно, руководство Финляндии того момента, а фактически страной руководили два человека. Это президент Риста Рюти и маршал Маннергейм. Они посчитали, что уже достаточно пролито финской крови. Ну, во время боев на Карельском перешейке. Ну, вообще-то вот за свои военные успехи лета и осени 41-го года финская армия заплатила 25 тысяч убитых. Это столько же, сколько они потеряли на предыдущей советско-финляндской войне. То есть нельзя сказать, что все это было бесплатно. Нет, это стоило много крови. И, очевидно, в сентябре 41-го года Маннергейм и Рюти считали, что все свои обязательства перед немцами они уже выполнили. Больше ничего делать не надо. Это раз. А второе, как военный, как профессиональный военный, Маннергейм и его ставка, очевидно, считали, что Ленинград и так падет. То есть участие финнов в штурме Ленинграда не обязательно. То есть вот именно глядя на то, что происходило под городом в сентябре 41-го, Маннергейм, да и видно это, собственно, по прессе, кстати, и немецкая, и финская, что Ленинград вот-вот падет. То есть сейчас он развалится, все, он уже как спелый плод, сейчас упадет к нам прямо в руки. Именно поэтому не было штурма. И потому что действительно финны до этого понесли очень тяжелые потери. Опыта штурма таких укреплений, как Карельский укрепленный район, у них не было. И они просто решили так вот, выражаясь современным жаргоном, наверное, схалявить немного. Ну и плюс, опять же, все-таки речь шла о том, что если Финляндия помогает немцам взять Ленинград, то это испортит отношение Великобритании и США к Финляндии. На тот момент наши западные союзники еще не объявили Финляндии войну. И Финляндия пыталась сохранить вот перед нашими западными союзниками тогдашними какой-то такой образ маленькой западной демократической страны, на которую опять напали. Поэтому она опять вынуждена, вынуждена воевать. Причем обороняется так хорошо, что почему-то взяла Петрозаводск. То есть они говорили о том, что это оборонительная война опять, но тем не менее захватили всю Карелию. Я думаю, что история с Финляндией и мифом о том, что они собирались либо не собирались брать Ленинград, заслуживают отдельной передачи. Баир, спасибо, что были у нас сегодня. Да, еще в конце хотел бы все-таки подчеркнуть, что если бы Ленинград был сдан немцам, то это значило бы гибель фактически всего гражданского населения города Террас. Второе, те войска, которые держали блокаду Ленинграда, они бы все освободились, и вся эта масса войск была бы брошена на Москву. И это фактически привело бы к осуществлению немецкого плана вторжения, плана Барбаросса. Потому что, несмотря на то, что они собрали огромную армию вторжения, сил для одновременного удара на Ленинград и Москву у них не было. Поэтому не должен был быть последовательный удар. Сначала они берут Ленинград, потом собирают все, что у них есть, и этот ударный кулак бьет по Москве. То есть, если бы Ленинград был сдан осенью 1941 года, то вопрос, что бы случилось в дальнейшем в ноябре и декабре 1941 года в битве за Москву. Остается более чем открыт. С вами здесь я полностью согласен. Спасибо, что были сегодня, потому что тема действительно крайне важная. Слишком часто в последнее время пытаются пересматривать историю. Будем ждать вас снова в нашей студии и на наших передачах. В студии «Город плюс» был Баир Иринчеев, историк, писатель, директор военного музея Карельского перешейка. Спасибо, Павел.